Командование армии Юго-Востока поддержало инициативу президента России. По словам премьер-министра ДНР Александра Захарченко, они готовы предоставить гуманитарный коридор, но при условии, что украинские военные сложат оружие. Прозвучало обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой предоставить окруженным частям украинской армии, находящимся в котлах под Иловайском, гуманитарные коридоры, дабы избежать ненужного кровопролития. При всем уважении к Владимиру Владимировичу Путину, мы, президенту той страны, которая нам в первую очередь морально помогает, мы готовы предоставить украинским частям, окруженным в этих котлах, гуманитарные коридоры, при условии сдачи тяжелого вооружения и боеприпасов, дабы это вооружение и боеприпасы в будущем не могли быть использованы против нас. В то же время Александр Захарченко заявил, что ополченцы не собираются прекращать военные действия. Все эти месяцы, недели и дни, Киевская хунта применяет против Донецкой и Луганской области тактику выжженной земли, уничтожает объекты газа, вода, электроснабжения, уничтожает социальную инфраструктуру, старается посеять панику и страх среди мирного населения, но им это не удается. Мы очень долго готовились, мы собирались силами и наконец-то нанесли ответный удар. Мы будем продолжать наши боевые операции до тех пор, пока весь последний оккупант уйдет с нашей территории. Для нас это не только боевые действия, для нас это борьба за выживание, для нас это гуманитарно-боевая операция. Одна из главных ее целей – убрать, отодвинуть противника от наших крупных городов, не дать возможности ему наносить артиллерийские, ракетные удары и всего вида вооружений, которые у них имеются. Они бьют по нам из всего, что у них есть без разбора. Им все равно кого убивать на Востоке – мирных стариков женщин или военнослужащих. Мы объясним, что нельзя так делать и надеюсь, что это очень быстро поймут.